Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok то что приходит то в россии я такого не встречал то есть там ну чтобы там кто-то ходил что-то по расписанию ну бывает наверно в москве там по метро там да можно ориентироваться но вот автобусы и еще что-то то есть как бы там транспорт маршрутки так вообще они там по своему расписанию всегда ездят то есть в японии нет и открываешься google maps кликаешь откуда куда тебе надо там все со временем написано и вот именно в это время ты вот садишься на поезд и все нормально доезжаешь причем если сядешь на поезд например который шел раньше например он идет раньше какой-то другой поезд то ты можешь уехать совершенно в другую сторону поэтому нужно с этим быть тоже аккуратным это меня конечно удивило опять же удивил то что без навигатора в японии вообще никуда это обязательно навигатор нужен везде то есть покупаешь телефон или там какую-то сим-карту навигатор сразу же устанавливаешь если нет навигатора можно заблудить как нифиг делать в россии такого вообще я не встречал но во-первых потому что знание местности города в россии все-таки проще мне кажется там у нас нет на такой застройки нас нет такой скажем так таких лабиринтов городских более так вот свободно все сделано проспекты большие широкие там можно спросить если что-то где-то потерялись конечно же вот так же удивило в японии вот именно отношение вот полиции к людям то есть это очень скажем так доброжелательные люди по сравнению с россией я сейчас как бы не знаю после вот они хаппир аттестации в полиции вот что там поменялось но раньше это было как бы очень сложно очень сложно обратиться к кому-то из полицейских на улице просто потому что во-первых их не не очень видно а те кто ходит эти ппс там еще кто-то там да но они не рассчитывают на то что к ним будут подходить со советами или как там пройти туда то ли что-то там где-то помочь найти что вот то есть у них там свои задачи и как бы в этом плане да то есть в японии очень доброжелательные полицейские конечно же удивило наличие огромного количества сервисов сервисы там для дома сервисы там для машин там сервисы для садовничества еще что то есть эти водопроводные сервисы там интернет провайдеров просто море тут тут прям можно домой там в неделю там приходит помог может приходить по два письма от разных провайдеров там типа подключитесь как бы к нам у нас тут лучший тариф и там или там вай фай вай макс еще что-то там предлагают о чем сервисов полно то есть в россии как такого количества сервисов я не встречал это вот тоже меня очень удивило то есть в российском сервисе это же качество выполнения работ не очень я бы сказал если в японии у них там качество сервиса очень высокая и помимо этого еще после выполнения всего они делают проверку проверяют прям каждый элемент то что вот они сделали чтобы быть уверенным что все отлично в россии бывает иногда что что-то забывает что-то там не вовремя сделали еще что-то то есть это в порядке вещей то есть на это никто не обращать внимание но в японии это с этим строго также конечно же здесь меня удивило то что работают они очень много перерабатывают и делают это по своему желанию многие то есть им нравится это дело также но зарплаты конечно же они получают но такие же как и те люди кто не перерабатывает в обычных компаниях но при этом людям нравится перерабатывать многим здесь японцам также что еще хотел сказать по поводу работы также что работают они обычно прям упорно сначала рабочего дня до конца рабочего дня многие работают там не останавливаясь особенно это на байта видно когда то есть подработка это так называемая которая в россии также нету я не встречал какой-либо подработки в россии потому что чтобы пойти на подработку там на part time job то есть у нас обычно оформляет трудовой договор у нас там все эти дела там официально то есть устраивается на работу то есть и там есть как бы на полставки но эти такие по трудовому договор но я не встречал в россии у нас очень редкость такая что там вот на полставки какую-то работу нанимали студентов или еще что-то там кого-то там чтобы на полставки стоять но в японии это в порядке вещей вы приходите какой-то кафе или там ресторан вас там устраивает на примеру на должность официанта или там повара и вы работаете там на полставки в принципе получая тысячи йен в час это вполне нормальный студент очень легко скажем так жить самому а в этом городе не нужно спрашивать деньги у родителей или искать постоянную работу то есть он может после учебы спокойно идти поработать и этими деньгами оплатить себе учебу и жилье и по и на еду останется на развлечения это очень хорошо я считаю вот в россии этого нет ну конечно и печально также меня удивили конечно отличные дороги здесь в японии особенно вот больших городах то есть да даже в деревнях то есть там дороге настолько хорошо сделано они настолько гладкие все и отличные то что едешь вообще даже не задумываешься что бывают дороги с ямами я таких дорог в японии но от силы там одну-две видел вот за все время сколько я здесь живу тоже больше семи лет но в россии чтобы там бы дорога без ям это большая редкость по крайней мере в моем городе то есть обязательно на дороге где-то там где-то будет яма обязательно 0 и может там кочки какие-то там да да в японии едешь вообще не думаешь что там могут быть ямы какие-то или кочки и бывает даже что вот такая езда конечно она более спокойная и ты даже как-то уже едешь просто не задумываешься то есть там просто смотришь скоростной режим чтоб соблюдался то есть городской хотя по этой дороге можно реально ехать до намного быстрее чем там указано конечно очень много развязок очень большие развязки меня удивили я таких развязок не встречал то есть вот в японии в этом трехъярусные там развязки четырехъярусные развязки прям огромные такие автомагистрали там соединяются и в россии даже в москве вот я был я таких но развязок не встречал конечно вот масштабы да потрясаю и конечно же меня здесь удивили небоскребы вот особенно в токио там бизнес районе там огромный небоскребы там по 60 по 70 этажей такие высотки то есть выглядят колоссально конечно то есть вид сверху открывается просто офигенный этом конечно меня удивило также меня удивила еда в японии то есть то покупая в магазине продукты не нужно смотреть и проверять срок годности вы можете быть уверены что там все отлично и для меня конечно это было по первости ну ну скажем так необычное потому что я привык всегда проверять срок годности после россии ну всякое бывает бывает там что-то подсунули какую-то это не проверили и попытались продать там по под видом старого под видом нового что-то старое и соответственно когда человек покупает вроде смотрят на дату все окей а внутри там оказывается какой-то непонятно субстанция очень плохо пахнущая что в японии такого не встречаешь и покупая продукты люди вообще не задумываются о том что что может быть что-то испорчено такое понятие как вот испорченные продукты в магазине во она редко встречая скажем так она есть но в основном это фрукты овощей и их видно а вот запечатанное что-то там обычно все это проверяется регулярно на дню причем по несколько раз и люди покупают это достаточно безопасно для себя не 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 запаривается насчет проверки также вот ну и право магазин электроники конечно же электроники куча продается по дешевым по низким ценам и она реально ну достаточно качественно то есть в японии встретить некачественную электронику тоже достаточно сложно покупая электронику в японии например в магазине японском то есть никто никогда даже и мыслях не был ни у кого чтобы проверить как она работает или нет я как-то спросил когда первый раз я покупал себе электронику в японии она вообще работает можно проверить это нет а не горит смысл а как она может не работая на завода все проверяется то есть он там все нормально и после этого я вообще то есть то есть также как японцы перестал думать вообще что там нужно что-то проверять в россии же нужно обязательно еще и проверять как бы она и так должно быть проверено по идее на заводе и самим менеджером магазина но при покупке желательно тоже проверять товар насколько я помню то есть бывали случаи что при покупке в каком магазине электроники в россии можно наткнуться на неработающий товар не знаю почему в японии также меня удивило то что очень много кухни разных из разных стран вот что в россии достаточно скажем так мало в россии очень мало скажем так ресторанов друг из других стран то в японии это порядке вещей это нормально там итальянский испанский ресторан там также российский ресторан там в том числе и много европейских много американских ресторанов очень много всего продается в японии вот именно вот в кафе в ресторанах подаются блюда и именно готовят люди которые вот но найти из этой страны то есть они оригинально признать то есть приехали на приваты французский ресторан готовит повар француз там да например в итальянском ресторане готовят повар итальянестом при этом пиццерии там есть значит именные тоже пиццерии готовит тоже повар там который приехал из италии открыл свою именную пиццерию ну то есть это все как бы достаточно интересно потому что в россии я такого не встречал но у нас есть там шашлычные там какие-то еще кафешки там да но чтобы вот такое разнообразие разные блюд там и разных кухонь из разных стран такого я не встречал то есть это меня тоже удивило целом я основные вещи назвал вот которые меня удивили в японии и конечно же остались еще какие-то вещи которые расскажу вам в будущих видео в принципе все если у вас остались какие-либо вопросы задавайте их комментариях не забывайте подписываться ставить лайки и нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые видео также делитесь этим видео с друзьями я думаю этим это видео будет полезно многим с вами был д до новых встреч пока